Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 6 мая и вот во время высадки своих томатов в открытый грунт я хочу не забыть и рассказать о всех мелочах, о всех нюансах, показать все, что я делаю. Конечно, я не забываю о профилактике вершинки. Еще раз хочу напомнить вам о скорлупе яичной. Смотрите, и то, что я добавляю ложечку золы, это тоже в какой-то степени профилактика вершинки, потому что там тоже калий, хоть и в небольших таких, ну небольшой процент, но есть. Не забываю и о скорлупе, которую я собираю всю зиму и летом, ну как, не летом, а в начале лета, весной обязательно при перекопке. Сейчас я всю ее вобью в землю. Смотрите, эта скорлупа состоит почти вся из кальция, но он трудно разлагаемый и трудно... растения, конечно, сразу его не усвоят. И некоторые почему-то утверждают, что то, что мы яичную скорлупу вбиваем в землю, это все бесполезно, мартышский труд, все равно они не усвоят, она не разложится. Но вы поймите, когда-то же она разложится, вот в этом году пусть она не разложится, она разложится на следующий год. Но так как я эти процедуры делаю постоянно, систематически, оно год за год заходит, это на будущий год пригодится следующему поколению. Та, которая я в прошлом году закапывала в свой огород, пригодится вот нынешним моим посадкам. Так что пусть это и кальций, и такого пролонгированного действия, то есть он будет немножко с торможением, да, он сразу не усвоится. Для этого некоторые даже мерят его на ко всемолке, и прям делают такую, как эту муку кальцевую, всякое разное, я ничего не делаю. Вот я набрала, смотрите, набрала мешок, еще один, я просто его весь утаптываю, он хрустит там, стою на него и топтю. Вот все, я растоптала, вот такой он у меня получается, мелкофракционный, такими фракциями. Сейчас, ну ладно, не пойду туда, но вообще могу и дойти. Сейчас вот во время, видите, перекопка идет. Просто раскидаю его, и когда будем начисто еще раз перекапывать, он туда в землю вобьется. И поверьте мне, все равно он куда-то девается, потому что когда на следующий год мы начинаем снова перекапывать, я не вижу же вот этих вот беленьких скорлупок, значит он разлагается, и скорее всего он растениям помогает. Потому что иной, никаких иных действий для профилактики вершинки, кроме золы и яичной скорлупы, я не делаю. Вот иногда, сейчас купила известь гуми, вот для самых таких, которые более подвержены заболеваниям, знаете, вот такие перцевидные, вот которые удлиненные сосулечками, может быть им в лунки буду добавлять что-то дополнительно, А вообще, вот ежегодная скорлупа и зола позволила мне от вершинки избавиться вообще. Нет у меня вершинки, и вы видели, что я летом, когда показываю огород, томатов с вершинной гнилью нет совсем. Бедные томаты заждались, так они долго ждут, когда мы их высадим, вот тяжеловес в Сибири уже цветет. Вот, все, вот я хочу напомнить, у кого есть проблема вершинная гниль, пожалуйста, всю свою скорлупу закапывайте в землю, не надо, если вам некогда с ней возиться, не надо никакой предварительной обработки, я вот говорю, ее достаточно растоптать до мелкого состояния и просто раскидать равномерно по всему огороду. Все, до свидания. Вот так вот немножко. И каждый год всю скорлупу я в огород. Продолжение следует...